Я думаю, после ухода такой карты, как Рено Джексон из стандартного формата, мы еще долго будем грустить. Недаром многие люди даже предполагали, что Рено и Мариэль оставят и перенесут в классический сет карт. Blizzard подтвердили, что Рено выйдет из стандартного формата, однако вместе с этим шанс создать новую колоду с одной копией каждой карты никуда не исчезнет. После такого заявления на одном из самых больших фан-сайтов Hearthstone был проведен конкурс на дизайн лучшей карты для замены Рено, или скорее для попытки усилить колоды без него достаточно сильной, чтобы они не вышли из мета. С самого начала было предложено аж 190 карт, а затем были выбраны финалисты, коих осталось 22. А для вас и, собственно, для данного топа я отобрал 5, на мой взгляд, самых лучших карт, которые смогли бы послушать шикарной заменой Рено и не дать архетипу таких колод исчезнуть или остаться неиграбельной. Сразу скажу, что перевод может оказаться не стопроцентно правильным, потому что делал я его сам, поэтому тапками не бросаться. За микрофоном плагиат, и мы начинаем. На пятом месте я расположил единственную дочь Магни Бронзоборода и по совместительству вдову Императора Таурисана, Мойру Таурисан. Общая легендарная карта с боевым кличем. Если у вас в колоде нет одинаковых карт, уменьшает стоимость всех карт в вашей колоде на один. Карта очевидным образом является заменой Императора Таурисана, который выйдет из стандарта с года Мамонта. 5 маны 3-4 это довольно слабые статы, однако эффект говорит сам за себя. Использовать Мойру несколько раз будет намного выгоднее, хоть и затратно. В отличие от Таурисана, она имеет боевой клич, а не постоянный эффект после окончания хода. Ну и естественно, работать она будет только в рено-колодах. На мой взгляд, шансы добавления именно этой карты в ближайшем будущем весьма малы. Во втором выпуске дайджеста новостей Хардстоуна я упоминал интервью с одним из дизайнеров. Там говорилось о том, что комбо-колоды они недолюбливают, хоть и не все, конечно. Таким образом, рассчитывать на выход похожий на эту карты можно ожидать только в случае спонтанной популярности комбо-колод, либо собственно желания самих разработчиков. Четвертое место занимает глава Лиги Убийц и по совместительству легендарная карта разбойника Лорд Джорах Черный Ворон. 3 маны 4-2, боевой клич, если в вашей колоде нет одинаковых карт, серия приемов срабатывает всегда. Думаю, с такой картой разбойницы и лечения не понадобятся. На мой взгляд, дизайн просто умопомрачительный, однако и бафает руку как-то чересчур мощно. В отличие от автора, я бы вместо боевого клича сделал ауру как у Фендрала и, возможно, добавил маскировку и повысил бы монокос на один. Но это только мои мысли. На деле карта сильна и неплохо бы вписалась, тем более с таким уникальным эффектом. А как вы думаете, с Джорахом разбойница бы была еще сильнее прежнего и все-таки лечение важнее? Жду ответы в комментариях. На третье место я поставил Титана, чьей деятельностью по версии Википедии является сохранение всей жизни. Титан, Эонар, хранительница жизни. Я не знаю, куда там ударение, поэтому не бейте тапками и здесь. Общая легендарная карта за 9 маны 9-9. В начале игры, если в вашей колоде нет одинаковых карт, здоровье обоих игроков становится равно 40. Механика схожая с Молчезаром и эффект схожий с Элекстразой. Если когда-нибудь что-то подобное и выйдет, то без сомнения станет картой номер один для всех контроль и комбо колодок. Хоть если и взять в расчет то, что сам создатель карты признал, что не взял в расчет абсолютно все карты, а руководствовался только метой стандартного формата. На мой взгляд, она выглядит довольно достойно. Хоть минусом и является то, что ее эффект вы предотвратить никак не сможете. И агроколоды будут сдаваться через одного, что и изменит баланс в сторону мидренш и контроль колодок. Близзард постоянно твердят о балансе и вряд ли когда-нибудь решатся ввести что-нибудь настолько очевидно мощное, что в корне повлияет на мету и сдвинет ее в сторону контроля. Так как карта мне невероятно понравилась, я буду надеяться на ее выход или на выход чего-то подобного. Ведь после чуть ли не двух лет обсуждений пирата глазастика его все-таки выпустили. Что уж там какого-то титана не встроить в игру. Я им даже выделил отдельный тип. Второе место занимает карта, которая на мой взгляд имеет самые высокие шансы добавления в игру на данный момент. Может и не в таком виде, однако в недавнем посте Близзардов было объяснение тому, почему Сильвану переносят в зал славы. И там упоминалось о возможном вводе карт, которые бы каким-то образом синергировали, ох, сложное слово, ладно, взаимодействовали с предсмертным хрипом. Так вот, лич, который когда-то служил самому Нерзулу, позволит превратить все ваши предсмертные хрипы в боевые кличи. Если, конечно, в вашей колоде не будет одинаковых карт. Но чем не топовая карта? Тем более, если учесть, что майнд-контроль за 6 маны выходит. При помощи боевого клича призывателя Аража, существа хоть и теряют предсмертный хрип, но получают возможность моментально его использовать. В минус это будет далеко не всегда. Взять, к примеру, того же Темного Сектанта и его прокачанную версию с боевым кличом, то есть Жреца Кабала. Эффект налицо, хоть на пустой стол, понятное дело, ставить Жреца это бред. Не знаю, как вы, но я считаю эту карту отлично сбалансированной и, конечно же, интересной и веселой. Поэтому она и занимает второе место. Ну а теперь к лидеру. Первое место в топе я оставил Араласу, призывателю бездны, который, судя по всему, не существует в мире Варкрафта, потому что я не нашел никакой информации про него в Википедии, но поставить на его место другого демона, думаю, проблем не заставит. Итак, Аралас позволяет вам самим создать демона за 1 ману 2-2, за 5 маны 5-6 или за 10 маны 10-10. Однако выбирать эффекты вам придется чуть дольше, чем с теми же зелями Казакуса. Для начала вам предложат выбрать штраф. Да, это немного необычно, но все же. Всего существует 3 штрафа. Нанесение урона своему герою. 3, 8 и 12, соответственно. Сброс карты. 1, 2 или 3. И уничтожение 1, 2 или 3 кристаллов маны. Окей. Дальше нам предлагают выбрать эффект, которым будет обладать демон вне зависимости от стоимости. Провокация плюс рывок, причем первый раз атаковать демон может только существ. Затем кража жизни каждый удар. Эффект, схожий с эффектом госпожи боли. И иммунитет к направленным заклинаниям и силе героя, схожий с эффектом того же Сагота. И затем вам предлагают выбрать еще один эффект для демона. И там уже есть аж целых 5 вариаций, однако выбрать вы, естественно, можете только один из трех. Так как мы раскапываем, не забывайте. Второй эффект либо наносит распределяемый урон всем вражеским персонажам в размере 3, 7 или 12. Наносит урон всем существам в размере 2, 4 или 6 в зависимости от стоимости. Уничтожает случайное существо, если вы делаете беса за одну ману. Или уничтожает 2 и 3, соответственно, вражеских случайных существ, если вы делаете демона за 5 или 10 маны. С прессмертным хрипом вызывает вкусного зомби, зловещего кузнеца или Сильвану. И последний эффект это плюс 2, плюс 2, плюс 4, плюс 4 и плюс 6, плюс 6, соответственно. Вот такая вот, хоть и немного имбовая, но раскопочка. Обязательно ставь лайк, если тебе понравился данный ролик и, конечно же, за мой шикарнейший на свете перевод карт. Ну и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Если вдруг вы захотите больше роликов такого формата, давайте наберем 1000 лайков. И я с удовольствием придумаю что-нибудь еще. Большое спасибо за просмотр и, конечно же, увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok